У нас осталось три спикера. Классных спикеров, самых лучших спикеров. Сейчас для вас Виктория Рай – тренер международного уровня по йоге и женским практикам. Я прошла практику у тебя, Вика. Это была группа на женской практике, которая по-главному называется «Классных спец». И сейчас Вика с вами поделится классным спецназмом. Которую тебя Кира. Здравствуйте, дорогие друзья. Позвольте вас называть друзьями, потому что на самом деле за три месяца свое забывание о этом чудесном райском острове многие из вас стали действительно очень хорошими друзьями, коллегами, единомышленниками. Как многие из вас, я приехала сюда на зимовку, потому что в Украине, в России, в северных таких больших поясах зима означает уменьшение энергии в пространстве. Вы сами чувствуете, да? Когда солнышко мало, хочется больше лежать, спать. Мы спасаемся там, греемся в банях, в саунах, горячим чаем и так далее. Вот. А здесь бесконечные источники энергии. Это солнце, да, которое всегда есть для нас. Вот. И это море, это сила всех стихий. Вот. Для девушек я на наших тренингах рассказываю более детально, как взаимодействовать со стихиями, как у них учиться многим качествам и как брать энергию у них и благодарить, конечно, за них. Вот. И сначала мне было плавно провести один тренинг здесь. Вот. За всю мою зимовку. Но так получилось, что я их уже более четырех провела. Вот. И более десятки консультаций индивидуальных. И я всегда очень рада щедро делиться знаниями, потому что Вселенная всегда мне балует действительно очень мудрыми книгами, учителями, людьми, которые встречаются внеопреческих каждый день, дают такую частичку мудрости. И я их группирую, скажем так, какие-то определенные практики, системы. Плюс я использую еще ведические практики и те, которые использовались в древних жреческих храмах. Вот. Поэтому мы сегодня о еде поговорили. Это тоже очень здорово питаться правильно, пополнять себя питательно чистой энергией. Вот. Потому что то, что мы кушаем, тем и являемся. В какой-то мере тоже. Но я хочу поговорить немножко сегодня больше в спектрах практик. Вот. Я бы с удовольствием с девушками больше тут занялась бы практикой поделюсь. Но так как они более такие сакральные, и некоторые из них нужно знать только вам, дорогие дам, ни в коем случае мужчинам. Вот. Поэтому я сегодня сделаю такую общую волю, скажем так, лекцию. Вот. Поговорим больше о энергии. Это будет интересно всем. Итак, вы, наверное, заметили, что в мире очень много всего полярного. Есть две энергии, да? Инь-янь. Вот. Мужская и женская. Есть день-ночь. Холод, жара и так далее. Вот. И к чему это мы веду? Что сейчас время, в котором мы живем, называется временем мужественных женщин и женственных мужчин. Правда, да? Вот. Это не случайно, на самом деле, потому что мы подошли к этому этапу, потому что энергии пространства поменяли. Сейчас век... Кто знает, как называется? Эрдолея, да? Да. Харим-харим. Вот. И еще век, в котором сейчас мы проживаем, время, которое началось с 2003 года, это век Мартрея, либо эпоха Матери Мира. Об этом периоде писали еще Рерихи, вот, и Елена Блаватская, и очень много других процветленных медитиров. И это действительно не случайно, потому что в это время женщина получает очень много сил, очень много энергии, прав. Вот. И также доступ к сакральным древним знаниям, которые практиковались очень давно. Женщины для того, чтобы набирать энергию, пользоваться и использовать во благах. Вот. И не зря в 50-х годах еще начала зарождаться феминизм, сейчас мы как бы на пике активности, но феминизм немножко неправильно был преподнесен женщинам, да? Они как бы вооружились тем, что им дали права, но вот я немножко тоже этого коснулась, где-то тоже прошла, потому что я тоже считала истинно правильным, что женщина должна быть самостоятельна, она должна рассчитывать только на себя, она должна быть сильная, она должна, скажем так, упорно идти по своей карьерной лестнице, не зря ни на что. Расталкивать там мужчин по дороге, ведь я самая умная и сильная, потому что психическая энергия у женщины очень много. Физическая больше, конечно, у мужчин, за это мне огромное спасибо, потому что она намного помогает своей силой. Вот, но феминизм не означает конкуренция с мужчинами, ни в коем случае. Та энергия, которая сейчас дается женщине, мы должны использовать только ей во благо, потому что женщин очень много из качеств, которые, ну скажем так, которые больше развиты именно в женском поле. Это интуиция, это доброта, это забота, это нежность, это любовь и так далее. Поэтому вот сейчас энергия, которая сейчас идет, это сердечная энергия, это интуитивная энергия. И поэтому женщины набирают очень много силы. Вот, ну вот феминизм не совсем то, но то, что сейчас женщина сильна, это факт. Я думаю, что вы не будете с мной спорить. Вот, и я пришла тоже к этому заключению не так, в принципе, сразу, потому что я пошла тоже в большой бизнес. Вот, я построила такую белокурительную карьеру в отельном медитрическом бизнесе. Вот, стала менеджером международного, скажем так, отеля, работала за границей очень давно. Вот, и достигла больших высот, у меня было очень много денег, вот, свобода, вообще все. Но не было, как бы, главное, не было рядом со мной сильного мужчины, который не заботился, любил, вот, с которым я чувствовала себя настоящей женщиной, вот, и не было того женского здоровья, которого я желала. Вот, дело в том, что, дорогие мои, когда мы начинаем уходить в мужское начало, когда мы начинаем быть чрезмерно активными, входим в эту вот игру конкуренции, да, все равно мы програем мужчинам, как бы мы ни хотели. Потому что мужчины всегда, они будут, скажем так, у больших, скажем так, ключевых звеньев, руководящих позиций, бизнеса и так далее. Это чисто их, это мужское. Им это важно, проявлять себе, достигать целей и конкурировать, там, бороться, кто сильнее, там, да. Вот, даже если в животный мир посмотреть тоже, всегда дерутся самцы, да, там, за лучший кусок мяса и так далее, и приносят, что самочки. Вот. И это очень важно понимать, что, да, женщина должна быть самостоятельная, она должна развивать свои таланты, она должна себя самореализовывать, но не для того, чтобы зарабатывать себе данный кусок хлеба, потому что мы становимся настолько очень активными и янскими, что вот такая, получается, бой-баба, которая может сама, и кто к ней притягивается, дорогими, когда вы становитесь такими мужественными женщинами. Как он притягивается? Слабые мужчины? Да, слабые мужчины, женственные мужчины. Я такие индианские, там вообще не попадет в ваше поле, вас будут бояться вообще, что я могу видать, сейчас съест меня-то. Вот. Поэтому вот такие женственные мужчины, почему очень много гея сейчас, да, мне очень... Мой знакомый иностранец, он еще прекрасную фразу сказал, переводится она так, что гей хоть не размножается, но становится все больше и больше. Потому что нас, женщины, да, мы слишком сильны на самом деле, да, и хотим ее сразу активно проявлять, что мы даем мужчине возможности раскрыться рядом с собой, будьте вот этим вот стильным, забортливым, да, защитником, покровителем, который хочет оберегать вас. Вот. Поэтому, дорогие мои, помните, что рядом с сильным мужчиной всегда будьте слабыми. Вот. Вот. Лядом все слабыми сильные. Но слабых лучше не притягивать. Слабым нужно давать и вдохновение, и силы для того, чтобы они раскрывали свой потенциал героя, свой потенциал мужчины. Вот. Именно для этого мы здесь, рядом с вами собрались, чтобы просто понимать, что нам необходимо просто работать больше с развитием женственности. Вот. Потому что силы мы можем очень много получить, если мы хотим. Вот. Хорошо. Я немножко коснусь практик, потому что очень важно это воспитание. Раньше девушек воспитывали с малых лет, буквально в 4-5, максимум в 6 лет, в восточных храмах девочек забирали к себе. И воспитание выглядело таким образом. Приводили девочек в храм. Вот. В храме было очень много разных тканей, разных цветов, карандашей, красок, украшений, музыкальных инструментов. И вот девочка заходила, она интуитивно выбирала то, что ей нравится. Если это какой-то музыкальный инструмент, то наблюдали за ней, да, как она дальше интересуется или не интересуется, помогали ей развивать этот талант. Да. Вот. Если это ткани, то помогали там в этом направлении все реализовывать. То есть девочку учили действительно красиво выглядеть. Будьте женственной. Вот. Быть красивой и привлекательной. Потому что. Вот. Поэтому, дорогие мои. Софистами чакры это первая женская чакра. На своем первом тренинге, если не ошибаюсь, я рассказывала больше подробно, да? Это было уже. Вот. Я вижу, что вы киваете. Вот. Есть в женщине три основных женских чакра. И через них проистает наш такой энерго цветочек. И необходимо женщине слизать тем, чтобы в этих чакрах была энергия. И слизать делать практики для того, чтобы вы не были наполнены. Вот самая первая базовая чакра это сухистана чакра. И ее стихия это вода. Вот. И когда женщина наполнена вот этой энергией сексуальности. Сексуальная энергия это что? Энергия удовольствия. Вот. Ты уже говорила спикеру, да? Что-то удовольствие надо получать. Вот. Это энергия удовольствия. И это раскрепощенные бедра. Мы сейчас с вами какую-нибудь небольшую практику сделаем, чтобы сразу почувствовать эффект. Вот. И когда женщина начинает просто в походке даже легко идти и, ну так, верять бедрам, да? Они свободны. Когда она двигается, любит танцевать. Занимается женской йогой. Может быть, на филоне танцует. Любую там, ну, и пластика очень классно развивает. Растяжка. Вот. То есть, вот эти практики позволяют высвободить энергию, которая капсулируется в тазу. Вот. В тазу очень много просто у нас вот нижний центр отвечает за наше прошлое. От низа живота в ноги. У нас вообще три энергоцентра. Вот нижний центр – это за наше прошлое отвечает. И потому что с детства нам навязывают очень много идей, что, как бы, не одевая короткую юбку там, что-то там накрасила губа, ну, поди, смотри, там, да? Вот вырядилась, для кого-то вырядилась, там, да? Еще в школе там комплексов там могут поднабрать. И вот женщина очень часто просто стесняется себя, стесняется своей истинной красоты и не совсем понимает, что такое сексуальная энергия. Потому что сексуальная энергия – это не секс. Почему? Я расскажу чуть позже. Вот. И когда у женщины блокируется таз, вот когда она ходит, значит, так вот ровно. Вот кто смотрел русский фильм, там главной героиней звали Людмила Прокофьевна. Помните? Сложенный роман, да? Вот это вот настоящий такой архетип, если я почему делюсь, потому что только советская публика мне может понять русская. Потому что это такой самый лучший архетип женщины с закрытым тазом. Такой вот бойбабы, которая все построила, у нее есть все, но любви и счастья нет. Потому что нижний центр перекрыт, у нее вся энергия здесь. То есть в мужском центре, она – это голова. То есть женщина она больше чувствует, она притягивает, она накапливает. А мужчина, он думает, как добыть деньги, как добиться цели, как реализовать, как построить дом и так далее. Поэтому женщине очень важно, даже если вы занимаетесь любой сферой бизнеса, необходимо заниматься практикой, чтобы энергию иногда пускать туда. Потому что нам важно энергию вот здесь, да? Чтобы все-таки семью это удержать, чтобы мужчины, скажем так, сами чувствовали себя удовлетворенным, наполненным, радостным, счастливым любимым. И чтобы вы передавали ему энергию. Потому что секс он не дает энергию. Иногда мужчина просыпается утром, он уже вызывает ваше имя. Вы неинтересны. Потому что женщина живет вообще пустая. Она, первое, себя не любит, не принимает, а во-вторых, еще ушла в бизнес. В контактах есть уже, кстати, группа женских и таусских практик от Виктория Рай. В общем, будем на связи. Спасибо, дорогие мои, за ваше внимание. Отлично. Спасибо. Сейчас я готова слушать Викторию, да? Постоянно. Спасибо. 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 Спасибо.